у тебя никогда не может быть апатии вытаскиваешь себя из этого вот болота вот сейчас окей если я так поступлю сейчас важно там быть реализованной матерью все такое мы были на грани расхождение путей он меня очень часто мог вести на хера вам человек который так может с вами поступить но выбирать себя всегда быть знать и соответствовать это абсолютно разные вещи мужчины очень часто тухнут истинная любовь не только это не только дружба страсть выдается любовь когда дружбы выдают за любовь всем привет на моем канале натали осман где много всего интересного сегодня импровизированный выпуск закатом с гранатом под гранатовым деревом я решила ответить на ваши вопросы их очень много я выбрала 10 самых актуальных интересных я заранее извиняюсь что я без петлички без звука но надеюсь все будет классно описаться кстати я сделаю так годы тренировок я сделаю аудиозапись телефон прием прием у меня будет аудиозапись в телефон вот я его сюда положу наверняка будет слышно гораздо лучше иногда буду пускать лучи солнца вот вот в такую импровизацию я хочу оставить эту рубрику на канале потому что мне очень важно с вами говорить мне очень важно делиться тем как я мир ощущаю тем как я чувствую поэтому рубрика вопрос-ответ будет регулярно появляться на канале я буду вам благодарна искренне благодарна если вы будете подписываться ставить напоминания лайки и комментарии это наша возможность взаимодействовать и коммуницировать я еще с большим жаром и пылом буду делать следующие мои выпуски и ролики пожалуйста делитесь я буду делать репосты пусть мы будем такими нитями и лучами прекрасного солнца внутреннего делиться тем что происходит между нами и мне кажется добра и света должно быть больше в этом мире поэтому я в том числе это все делаю мне очень нравится как это публикует магия вообще просто вы видите первый вопрос поделитесь пожалуйста как справляться с внутренней опустошенностью и апатии классный вопрос я как человек который много-много лет в практиках конечно же могу вас привести к внутреннему состоянию я не профессиональный психолог я считаю что нужно обязательно быть в терапии я в терапии практически 20 лет и это не про то что я больна или мне очень тяжело это про то как правильно очищать свое внутреннее состояние можем моем руки мы моем свое тело мы ухаживаем за своей головой вот то же самое нужно делать нашим умом то же самое делать медитация с нашей душой и с практикой и состояние опустошенности и апатия если говорить духовно то это потеря внутреннего соединения с душой потому что опустошенность и апатия наступает тогда на мой взгляд на мой опыт когда ты не чувствуешь связи с чем-то большим чем просто человеческая жизнь если верить в прирождение и об этом на самом деле одна из моих любимых книг две жизни как раз таки в которой очень много говорится что когда ты делаешь фокус и акцент на то что жизнь не ограничивается только одной физической жизнью а это вечная жизнь души и состояние связи с ней то ты не можешь погружаться в те чувства как там гнев апатия уныние кстати это если обращаться к христианство это одна из самых главных грехов это умение да если я не ошибаюсь и очень важно то есть для меня это апатия и опустошенность для меня это сигналы внутреннего состояния и души к человеку о том что очень важно вернуться внутрь себя очень важно научиться слушать и слышать себя и существует множество практик которые возвращают к своему внутреннему состоянию для кого-то это музыка да и работа с телом и с музыком когда ты что-то чувствуешь для кого-то это чтение для кого-то это медитация для кого-то это sound а для кого-то это какое-то мастерство для кого-то это глубокая йога когда ты учишь слышать свое тело для таких ну другой вибрации вам очень важно в принципе только ради этого я построила шам очень важно научиться понимать свое внутреннее состояние свое тело и понимать что ему сейчас какой из инструментов и поможет сейчас вытащить на состояние радости благости благодарности и любви еще наверное важную вещь скажу что когда ты сталкиваешься с серьезными болезнями у тебя никогда не может быть апатии то есть ты цепляешься за каждую секунду жизни настолько что ты просто не можешь себя позволить потратить на эти состояния свою жизнь и просто вытаскиваешь себя зашиворот из этого вот болота этих состояний погружение вибрации и вот даже в эту тему до которой то что сказала очень круто может вывести вибрации музыка то есть ты поднимаешься на более тонкие состояния ом чантинг если говорить о каких-то серьезных практиках да ом чантинг сто процентов поможет выйти из этих состояния если вы будете делать это регулярно ну все закатик ушел мой магический зато наверное видно гранатики которые скоро поспеют расскажите пожалуйста как у вас получается совмещать материнство и реализацию недавно прочитала какого-то психолога который говорит что чувство вины у матери это абсолютно здоровая реакция вины в том смысле что нельзя глубинно избавиться от того что ты не сто процентов с ребенком даже если ты сто процентов с ребенком у тебя все равно будет возникать что ты недостаточно хороша поэтому говорят что это признак здоровья психики но тут вопрос чтобы это не было гипертрофировано поэтому я внутри себя договорилась с тем что я буду то есть это каждый шаг каждое действие как будто ты идешь по канатной дороге ты вымеряешь каждое движение ориентируясь на свое внутреннее состояние вот сейчас окей если я так поступлю что для меня важнее не из чувства вины не из чувства долга а из внутреннего состояния что для тебя сейчас важней поэтому еще мне очень помогло когда разбирала разные там и натальные карты дизайн человека свой своих детей всем не в один голос говорили что мои дети знали кому они приходят и для них очень важно чтобы их мать была реализована это не значит что у всех так должно быть это значит что кому-то действительно нужно только посвящать материнству и тут очень важно не гнаться за трендами что сейчас важно там быть реализованные матерью все такое может быть это не ваша я знаю множество случаев когда которые женщин которые реализуют себя в материнстве и это настолько гармонично и круто всех свой разный путь очень важно понимать свою природу очень важно понимать где на тебя транслируется страхи рода вот я очень много столкнулась в контексте рода с какими-то опытами и страхами родственников которые вообще ко мне никак не относятся которые я училась там первый год к примеру занималась пинг-понгом потому что это очень легко родовые программы очень легко внедряются но во-первых любого человека а еще в нового человека который пришел и тут я являлась таким вот фильтром и училась этому в том числе это был очень интересный опыт для меня было важно продолжать действовать и продолжать делать какие-то важные проекты поэтому я гармонично в этом реализуюсь и когда с детьми я тысячу процентов с детьми будет час будет полчаса будет а полдня или день то есть там нет вот этих телефонов там нет никаких отвлечений я полностью всю энергию даю им поэтому всем все хватает это очень важно расскажите больше про воспитание мальчишек чем руководствуетесь но у меня не такой большой пока опыт я учусь я думаю я по мере их взросления буду учиться 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 мне бы этому очень хотелось всего три с половиной года соломоши давидику годик поэтому вот на данный этап я больше учусь именно воспитание мальчишек а каких неважно я бы на гендер наверное не делила хотя есть вот разные этапы там взросления когда мальчику очень важно больше там с трех лет говорят что мальчику важно проводить время с отцом до чтобы отец как-то вовлекался как ролевая модель это очень важно в любом случае для мальчиков мама это тоже такой символ первой любви первой женщины как психотип и тут тоже есть ответственность для меня очень важно не вырастить мамсиков и таких чтобы я вот то есть давать очень много любви очень много вдохновения очень много понимания принятия но при этом не сделать их там маминкиными сыночками что он как бы крайне важно сейчас триллион мемов про вот этих мамочек которые до сих пор там даже взрослом возрасте не могут отпустить ребенка вот тут я как бы очень чувствую эти все границы я очень слежу за тем что я говорю что транслируя какие эмоции я испытываю это тоже все очень-очень важно как сохранить любовь и нежность столько лет это тут надо позвать мурада конечно же но это интересный вопрос множество из философии на эту тему я считаю что истинная любовь это не только страсть это не только дружба я считаю что очень много есть замещений тем или иным понятием когда страсть ведутся любовь когда дружку выдают за любовь или когда какие-то просто партнерские отношения выдают за любовь во первых это встреча двух душ не случайная встреча двух душ я буду подтягивать сюда разные сакральные знания потому что но без этого невозможно я не хочу только логистически это объяснить но во первых эти встречи не случайно то есть я знаю что когда души встречаются даже когда они расходятся это тоже определенный опыт о котором было договорено классная книга на эту тему есть у краёна путь домой классика очень простая но там очень много объяснять и возвращаясь сохранить любовь в нашем случае с мурадом но мы точно не случайно встретили друг друга а у нас были разные этапы отношений мы были на грани такого расхождения путей если здесь сидит мурат я просто представляю его лицо он скажет что мы были на такой грани но были разные этапы не за ссор из-за внутренних других путей я считаю я не фаталист я считаю что протяжении всей жизни человек делает множество выборов которые предопределяют судьбу не только твой но и твоих партнеров это тоже очень важно есть свобода воли и свободы выбора на земле и в этом вся суть и сок проживания жизни земле уникальное до получения опыта и в нашем случае конечно же раз что мы развиваемся параллельно много и интеллектуальные духовно и физические и творческие это наверное основное второе юмор третье крайне уважение к друг другу и мнению друг друга он меня очень часто может висеть или еще какие-то разные эмоции но я настолько увожу чувство туда что я не позволяю я очень эмоциональным человеком раньше особенно было сейчас тоже лицо мурада который говорит раньше настолько это такое внутреннее самообладание человек вот это все в скопе любовь конечно же физическая страсть конечно же который ты как бы подыгрыш конечно же ты начинаешь есть и бытовые какие-то вопросы которые ты постоянно ну игриво развиваешь игриво с ними работа это вкратце люди пишут четырехтомники делают курсы много за несколько минут я надеюсь я ответила что хотела пишите обязательно комментарии свои я буду дальше коммуницировать какие знания навыки помогают вам в бизнесе где обучаетесь крутой вопрос про бизнес люблю тему про бизнес я считаю что нужно продвигать женский бизнес особенно в россии это замечательная тема экономическое образование наверняка помогает мне укусил комар экономическое образование у меня не было возможности получить коммуническое образование проходила курсы не скучно финансов это не реклама не сильно помогло выстроить финансовую систему с финансовым директором не просто нанять человек который мне построит как он видит а вот имея свое ощущение и знание уже я этом обучалась а раз а два это интуиция развитие интуиции вот очень много написано книг их тоже нужно читать как опыт но столько мнений как есть как нет и столько исключений из правил и тут очень важно как бы не наслаждаться вот этими опытами других людей то есть что-то обязательное знать как опыт ну то есть как базу знаний но все-таки развивать свою интуицию доверять и что ты чувствуешь так даже если ты потом ошибишься это твой наработанный опыт крутой когда ты поверил в то что ты чувствуешь как ты это видишь и на рынке в любом бизнесе ценится уникальное видение уникальное ощущение триллион подтверждений бизнесов супер успешных когда человеку как говорили что это там невозможно он так чувствовал делал и в это шел где обучаетесь финансов я так сказала какие-то книги я очень хочу пойти на культурный код в сколково у меня много кто его заканчивал и говорил что это очень сильно вдохновляет как бизнес как философия как и продление свои свои айдентики культурного кода вот это мне кажется то что сейчас очень актуально какие есть приемы выхода из тупиковых ситуаций приема выхода из тупиковых ситуаций в принципе схожи ответ схож с первым вопросом про апатию я в принципе считаю с детства что нет тупиковых ситуаций всегда есть выбор это действительно так это не просто мотивирующая фраза всегда есть выбор раз два вот когда ты практикуешь да ты глубоко во внутренних состояниях у тебя нет ощущения тупика у тебя есть ощущение вот это сложно объяснить до словами чаще есть ощущение общего мира безгранично даже не просто мира а галактики будет возможности будь это состояние будь это ограничение физического тела и вот это параллельное такое ощущение фоновое аурное ощущение этого даже не дает погрузиться в тупиковое состояние то есть это всегда вот такая игра и азарт но если верить в то что мы загружены в жизнь как в матрицу мы действительно проживаем какие-то ситуации транслирует который нам зеркалит или показывать что-то то ты относишься в принципе ко всему как к игре но такое проработки и наоборот к азарту вот это как я смогла вкратце объяснить идем дальше муж 8 лет зарабатывает меньше становится сложнее как сохранить отношения поддерживать а это классическому психологу к сожалению не ко мне я знаю что классической психологии очень круто с этим прорабатывать что я чувствую с этим вопросом на что вам стоит обратить внимание сто процентов это должен быть психотерапевт раз-два очень частая история когда женщина или мужчина становится в позицию спасателя даже если они страдают от этого и говорят что у вас есть какая-то подсознательная выгода в том что так происходит помимо энергетических потоков процессов мужчина женщина может быть вы действительно взяли на себя слишком много ответственности забрав эту ответственность у мужчины поэтому мужчины очень часто тухнут это тоже сейчас история но есть еще такая вещь как подсознательная выгода того что вы спасаете или вы лучшие доминируете или еще какая-то такая вещь это очень круто работает терапия как пережить измену и расставание тоже буду философии на тему что все не случайно нам нужен опыт ну во первых как все бы классические психотерапевты и эзотерикой сказали на хера вам человек который так может с вами поступить о чем вы переживаете о чем вы страдаете а то что вы придумали что вы будете жить до конца жизни и что вот он такой белый пушистый он не такой судя по действиям он не такой возможно подаете подсознательно какой-то шанс человеку но это уже ваши проработки если относиться ко всему что в нашей жизни происходит как какому-то опыту и выводу который нам нужно сделать вот идите в эту историю идите в эту проработку зачем вам это почему вы выбрали такого человека какой вам нужно сделать вывод это не значит что не надо доверять мужчинам это неправильный выбор в контексте энергии а вообще мира мира регуляции и мировосприятия новое слово придумала поэтому ну выбирать себя всегда ну вот это тоже я отдала всю себя а он там не оценил изменил мне ну выбирать себя заглядывать к себе вовнутрь заглядывать в свои внутренние состояния развивать себя из позитивного я знаете сейчас как в тик токе девочки которые там 15 лет не дают советы своим подружкам на кухне ты ну ты все равно молодец из позитивного это крутой опыт у вас будет кто-то еще лучше значит если вы пройдете это внутри себя верю встреча с абьюзером и зависимым после многих практик про что это ха ха очень крутой очень крутой вопрос тоже психотерапевту обязательно нужно идти с этой классической если этот цикл какой-то если тем более у вас вдруг у вас были раньше такие отношения быть знать и соответствовать это абсолютно разные вещи значит ну у вас что-то не пройдено вы головой это понимаете а в действиях и и состоянии этому не соответствуйте раз-два неважно сколько вы практикуете за это может случиться с каждым у вас какой-то цикл ну смотрите дальше триллионы есть инструментов есть медитация из астрологи есть нумерологи которые показывают вообще какую-то вашу цикличность может это вообще какое-то из прошлого какие-то завязки подвязки которые вам нужно просто пройти увидеть осознать и сказать нет мне это не нужно вот и все добрый день как вы начали посещать недель моды наконец-то вопрос не про отношения и практики хотя мне они очень-очень нравится я шучу так это было это было 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 но прошло не прошло а это было больше десяти лет назад тогда только развивалась блогерство общение fashion блогеры ну вот я была одним из первых fashion блогеров во всем мире это бы их было единицы были серии селебрити я часто об этом рассказываю интервью были такие крутые селебрити первые русские кто стал ездить на неделю моды и такие наши все иконы это мирослава дума лена перминова вика газинская и ульяна сергиенко они были такие звезды и даже не считаю до инфлюенсерами конечно же вот а потом уже появился пул блогеров кто каждый день в этой теме работает в том числе я я помню я поехала на неделю моды в нью-йорк абсолютно не знаю где что как я просто делаю стрит стайл мы написали каким-то брендом кто-то нас пригласил куда-то пробал грунт я помню была с брендом пробал грунт смотрел хотя я считаю что он и сейчас там топ 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 еще кто-то майкл корс мне уже на тот момент писал майкл корс как его проекта фоломи ту и мы с ними как-то общались и так потихонечку стала светиться очень много работать я понимаю что это выглядит как праздная жизнь но за этим стоит колоссальное количество времени денег контактов просто потом и кровью это это все проходится но сейчас уже там 10 лет много всего менялась и был период когда были главные редактора самые крутые потом стали блогеры потом тиктокеры появились потом еще там кто-то то есть это очень очень серьезная игра настоящая шахматная но вот это было много много лет назад и конечно это было все абсолютно по-другому нежели сейчас про неделю моду вообще отдельно могу поговорить и задавайте вопросы обязательно соберу лучшие и следующем вопрос ответ отвечу все 10 вопросов закончилась огромнейшее вам спасибо за внимание старалась быть краткой и интересной если понравилось пишите комментарии если есть какие-то вопросы давайте докручивать будем чаще здесь общаться благодарю еще раз напоминаю подписывайтесь ставьте лайки напоминания делайте репост я буду безмерно этому благодарна прошу наталья осман как там делать но мне понравилось находиться под деревом граната хотя мне немножко покусали ну